Приоритеты обозначены. На очередном заседании правительства Ульяновской области министры, в частности, обсудили нововведения в правилах софинансирования местных инициатив, поддержку волонтерства и реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Все вопросы фактически рассматривались через призму обновленной программы национальных проектов России. Перечень национальных проектов с будущего года меняется, но приоритеты остаются прежними. Во главе угла демография, здравоохранение, комфортная среда. Больший акцент будет сделан на технологическое лидерство страны. Нам тоже необходимо с вами включиться в план реализации этих национальных целей. Утверждены единые требования к назначению и предоставлению федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки. Утвержденный постановлением порядок подразумевает, что все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки. Реабилитация и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья будет продолжаться. Один из способов – создание условий для них в учебных заведениях. В прошлом году мы в рамках нацпроекта образования и федерального проекта «Доброшкола» провели большой ремонт в нашей 11-й коррекционной школе, которая находится в городе Димитровграде, что позволяет обеспечить условия для лиц УВЗ и детей инвалидов. Обновленные нацпроекты предполагают продолжение подобной работы. Профильное ведомство уже составляет необходимые планы. Чуть больше изменений коснется поддержки волонтеров, но в регионе к этому готовы. За министерством закреплены будут полномочия о внесении изменений в реестр добровольческих и волонтерских организаций, а также о мерах поддержки для развития, для полного функционирования таких центров. А вот правила предоставления субсидий, например, на софинансирование народных инициатив, меняются весьма серьезно и в пользу тех, кто реализует эти проекты. Речь, например, о судьбе сэкономленных средств, если таковые есть. Чтобы эта экономия оставалась, опять же, на реализацию того самого проекта, который уже реализуется по решению членов инициативных групп. А раньше эти средства возвращались в областной бюджет и повторно уже не использовались именно на реализацию этих проектов. А экономия иногда доходила до 20%. Для эффективного выполнения задач национальных проектов председатель регионального кабинета министров Владимир Разумков рекомендовал профильным ведомствам обратить внимание на все новые нюансы. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вестюльяновск.